Так, коммуницировать с клиентом, вот это тоже важно, если вы работаете на себя, как фрилансер, то вам нужно уметь вообще ладить с клиентами, с ними говорить, потому что, ну, есть такие, которые знают, как с вами, как работать, как делать бриф, как говорить, ну, то, что ему нужно, а с некоторыми нужно поговорить, да, быть таким психологом, чтобы понять, что ему нужно, потому что человек, который не умеет визуализировать, да, или не умеет как-то вот, ну, не творческий человек, он может себе что-то в голове представить, но сказать вам совсем другое, когда он видит результат по своему брифу, он, ну, он просто, знаете, картинка не сойдется с тем, что вы сделали, то, что у него в голове, поэтому тоже очень важно уметь коммуницировать просто, ну, знаете, даже просто элементарная вежливость должна быть, ну, чтобы, ну, как официально общаться, да, чтобы к вам хотели вернуться, и чтобы не было никаких психов, если у вас есть какие-то правки, и быть внимательным, это тоже очень важно. Я иногда грешу вот этим, поэтому я оставляю на вот пару дней, да, чтобы у меня глаз не замыливался, потому что когда делаешь быстро, и не внимательно, ну, можешь не заметить, вот где-нибудь там что-то соскочит, что-то там будет лишнее, где-то неровно не выровняешь, поэтому это надо все обязательно перепроверять, ну, чтобы не было никаких вот таких дополнительных правок, и потом, ну, просто клиент будет потом недоволен, ну, зачем вам это, просто лучше сразу сделать все очень качественно. И техническая часть, что нужно? Для графического дизайнера, для того, кем я работаю сейчас, нужно три программы, в основном я двумя, в основном пользуюсь, да, но можно еще и индизайном пользоваться, очень удобно для составления PDF-файлов. Adobe Photoshop. Adobe Photoshop, там мы работаем с фотографиями, если растровыми картинками, для того, вот какие-то фотографии, вам нужно что-то там замазать, не знаю, прищику брать там ретушером, да, или какой-то у вас есть картинка, вам нужно, ну, там, что-то с Photoshop, да, может, какую-то информацию, или многие, кстати, работают чисто в Photoshop, и даже вот баннер какой-то сделать его легко можно сделать в Photoshop, и люди работают чисто в нем. Второе — это иллюстратор. В иллюстраторе вы работаете, я его просто обожаю, это мой любимый графический редактор, все, что можно сделать в иллюстраторе, я делаю в нем. Он отличается в Photoshop от тем, что он работает с вектором. А в Photoshop, это, он работает с растром, это то, вот фотография, вы когда ее приближаете, она так бьется на пикселях, вот это называется растр. А вектор — это когда вы можете бесконечное количество раз приближать, и у вас качество не ухудшается, это то, что вектор. Вот вы видите этого парня, который, да, картинка, это нарисовано в векторе, то есть там идеальные контуры, и она подходит для рисования. В основном там иллюстратор, ну, вот как он называется, да, там рисуют картинки. И InDesign там верстают книги, верстают журналы, верстают, ну, не знаю, какие-то PDF-файлы, я люблю там делать какие-то чек-листы, например, если мне нужно, или я делала вот недавно, у меня была девочка, я работала, у нее был свой гайд, она написала, ей нужно было красиво оформить, я его добавляла туда картинки свои, дорисовала их, сверстала и красиво расположила текст, чтобы там были абзаатики, разделения, все это красиво сделала, чтобы человек мог легко это читать. Понимание человеческой психологии и восприятия — это, ну, это больше к тому, к первому относится, да, то, что я уже говорила, коммуницировать с клиентом. Да, это мне что-то надо было его вверх поместить. Основы типографики — это то, что вы изучаете тоже на курсах, если вы идете или в университете, типографика невероятно важна, знаете, хороший текст — это тот, который вы можете прочитать, и вы даже не заметите, что там что-то, вы даже этот шрифт не заметите, потому что есть разные виды шрифтов, и люди, которые только начинают заниматься графическим дизайном, они хотят использовать все шрифты, вот какие-нибудь, знаете, особенно есть вот такие рабочие лошадки, вот тот шрифт, который у меня тут написан, да, а есть такие красивенные с закорлючками, и вот они просто лепят все эти шрифты, и ты просто не можешь потом прочитать это. Поэтому здесь очень важно знать типографику с этим, это тоже такая наука, которую нужно изучать, изучать. Теория цвета тоже очень важна, чтобы вы взглянули, человек смотрел на ваш сайт, картинку, и у него просто, знаете, кровь из глаз не лезла, что там все яркое или не сочетается, потому что есть цвета, которые работают друг с другом, а есть, которые совершенно не сочетаются, и это нужно знать. И основы маркетинга тоже вот такая важная часть, ну, как бы можно интуитивно, да, это изучать, то есть я это интуитивно делаю, да, смотрю какие-то примеры, как это все работает, как, на что человек сначала обращает внимание, на что в последнюю очередь, что нужно сделать больше, ну, то есть, либо вы работаете с маркетологом, и он вам говорит, что нужно так-то и так-то сразу сделать, и вы просто по его указаниям это все делаете. Где на кого учиться? У вас есть несколько вариантов вуз и курса. В вузе вы можете поступить либо сразу на графический дизайн, но там, насколько я знаю, это нужно проверить, вам нужно умение рисовать, потому что там, по-моему, будет академический рисунок, нужно даже сдавать, по-моему, вступительный, когда вы задаете, там тоже что-то, какое-то творческое задание будет. Вот, либо вы можете поступить на любую специальность, которую вы хотите, выучиться на нее, и потом пройти курсы. Вот это тот путь, который прошла я. Я выучилась на переводчика, и потом прошла курс. И я скажу, я совершенно не жалею, что я потратила 6 лет жизни на перевод, потому что, во-первых, образование, вот я, если честно, очень сильно вижу, когда у человека есть высшее образование, когда его нет. Я не хочу никого обидеть, но реально ты настолько начинаешь, ну, вот таким, ты очень грамотным становишься, и все знания, которые ты получаешь, ты же, когда идешь в вуз, вы же не учите только те предметы, которые у вас по специальности. Мы, допустим, на переводе, мы учили, ну, очень много, мы там учили и историю, историю, и историю украинского искусства, да, скажете перевод. Мы там, ну, кроме языков, мы там еще кучу-кучу всего учили. Релиховедение у меня было, невероятно интересно, психология у меня была. И все эти знания, которые я получила, они мне невероятно помогают в той профессии, которую я сейчас, ну, вот, которая у меня сейчас. Неважно, это может быть маркетинг, вот, Яна прописала те, которые вот прям вообще так близко-близко, маркетинг, реклама или IT-специальности, там, где пишут коды, да, вы можете стать веб-дизайнером. Вот, но даже если вы выучите экономиста или юриста, вам это очень сильно поможет в вашей будущей профессии, даже если это будет не графический дизайн, но любой опыт, он, у меня даже такая фраза есть, любые знания вам пригодятся, потому что, вот, допустим, как мне прихождается мой перевод. Ну, я, когда искала работу, я искала работу там, где нужен английский язык, потому что это намного выше оплачивается работа, чем, потому что ты, ну, ты знаешь английский язык, ты работаешь в компании, которая не в Украине или она в Украине, но работает с, ну, с европейскими какие-то компаниями, у нас заказы все инженеры, я очень использую английский язык, и это мне очень помогает, и немецкий даже иногда, там, ну, это так для себя. Вот, все программы, которые я учила, они сначала, ну, там можно выбрать язык, но мы учили их на английском. Стоки, допустим, те фотобанки, которые, я, по которой я вам рассказывала, что можно покупать картинки, там все на английском абсолютно, и если бы я не знала английский, мне бы пришлось реально потратить кучу-кучу времени, чтобы это все понять и, ну, с этим всем разобраться. Также вы можете читать, я могу читать на английском, там, рассмотреть какие-то обучающие видеоролики, которые на английском языке, могу читать дополнительные статьи, которые на английском языке, на иностранном. И вообще по жизни то, что я получила в университете, участвовала дизайнера, я, это, ну, просто это мне невероятно помогает, да, там, я могу поехать в любую страну, да, и не бояться, что, ну, потеряюсь, или что-то еще, потому что я знаю язык, смотрю фильмы на английском, я знаю язык, но это как бы не связано, но просто к тому, чтобы вы понимали, неважно, что вы сейчас, возможно, вы пойдете учиться, и потому что вам родители сказали, что нужно идти на юриста, потому что это, видно меня, да, потому что это высокооплачиваемая работа, но вы потом в конце поймете, что, ну, это что-то не мое, но неважно, вам это невероятно поможет потом в вашем будущем, в вашей жизни, любой опыт, он невероятно важен, вот, и если вы идете, ну, как бы вы сначала это поучились, да, там, на какой-то специальности, потом вы идете на курсы, и у вас идет такой интенсив, я считаю, что, ну, вообще, даже вот, я учила язык переводчика 6 лет, и я потом пошла, ну, повысить свой уровень немецкого, немецкого за месяц я получила, блин, больше, чем за два года в университете, именно практики, поэтому вот такие интенсивы, они, ну, они вас быстро, как бы, вы быстро там научитесь всему, и вы уже выходите, вы уже специалисты, можете работать, и на диплом ваш, ну, если вы не работаете в государственном учреждении, ну, никто не смотрит, у меня ни разу не попросили мой красный диплом, который я так хотела, который я, которым я так старалась, зарабатывала там оценки, да, ну, его никто не спрашивает сейчас, вот, и, ну, последнее, что я хотела сделать, это пригласить вас в мой инстаграм, да, и если у вас будут какие-то вопросы еще потом, можете мне написать, у меня там есть много историй с моей работы, и вообще много видеоуроков, работы в программах, есть примеры моих работ, вы можете там даже найти мое портфолео, посмотрите, какие у меня сейчас работы, какие были сначала работы, я невероятно выросла за этот год, вот, и если у вас сейчас есть какие-то вопросы, задавайте их, я с удовольствием отвечу. У нас в чаті уже є кілька запитань. Ну, это вот я вам рассказывала, вот здесь, на этом слайде, то есть, из технической части, ну, только вот владение, в принципе, программами, фотошоп, иллюстратор, индизайн, на самом деле, вы можете даже этому обучиться просто на ютубе, да, там, или пройти какие-то онлайн-курсы, но когда у вас есть учитель, у вас это получается намного быстрее все это делается, да, когда вам кто-то рассказывает, когда вы сами набиваете себе шишки, да, там как-то это, ну, это очень большой, долгий процесс, вот, и если вы хотите сайт делать, то, ну, в этом я вам особо не помогу, но вот если, как бы, графический дизайн без знания кодов, то можете, вот, тильда хорошая, да, вот сейчас очень много, я вижу, сайтов делаются на тильде, это онлайн-платформа, там можно бесплатно зарегистрироваться, начать делать свой сайт, попробовать очень, все очень-очень легко, а из таких психологических факторов, вот, видите, там, я, ну, я вам это рассказываю. Дякую. Дайте, будь ласка, топ-3 поради початківцям у сфері дизайну. Топ-3. Сформируйте свою насмотренность. Вот, недостаточно того, что вы, вот, у меня были просто такие девочки, которые присылали мне, я провожу марафон, присылали свою работу, я говорю, вот тебе нужно, вот это не читается, тебе нужно исправить это. А мне нравится. Ну, я понимаю, что тебе нравится, но вы должны учитывать, вы же работаете не для себя, как бы, вы же должны зарабатывать этим на жизнь, это должно нравиться людям, поэтому вы должны смотреть, что сейчас в тренде, что сейчас юзается. Не знаю, подписывайтесь на каких-то людей, которые занимаются дизайном, и смотрите, что они делают. Там на Behance очень много кейсов выкладывают, в Инстаграме можете найти, там, не знаю, в Телеграме много каналов, которые именно посвящены графическому дизайну, и там полезные статьи публикуются, или вот даже сайт, там какие-то школы, они тоже там полезные статьи выкладывают, тоже можете это все почитать. Второй совет — это, конечно же, практика, практика и практика, потому что на своем опыте я вижу, как за вот этот год я невероятно выросла. Когда я закончила химический дизайн, курс, я была, ну, невероятно довольна собой, я, боже, как же я классно делаю, но сейчас я смотрю на то, что я делаю, и я так, ну, такое-такое, я невероятно выросла, потому что я рисовала, 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 что-то делала, и в третий, наверное, это будет совет — спрашивайте мнения, не бойтесь, показывайте свои работы, потому что, ну, другие люди могут увидеть ваши ошибки, особенно если это какие-то специалисты в вашей сфере, они могут вас очень многому научить, поэтому выберите себе каких-то либо блогеров, которыми вы следите, можете задавать им вопросы сейчас, это очень сильно развито, и вам обязательно ответят, либо найдите какого-то учителя или человека, который, ну, в этом шарит, и учитесь у него постоянно. Дякуємо. А можете поделиться якимись телеграм-каналами, на які вы подписаны особисто? Давайте так, я сделаю пост в инстаграме своем, потому что сейчас я не вспомню. Супер. Добре. Посмотрите, потом сохраните себя. Чудово, дякуємо. Так, є ще запитання. Вы платите за платформу Викс і Тильда? Я с Виксом не работаю, но, да, в Тильде у меня моя компания, ну, они оплачивают подписку, и я делаю на нём эти все сайты. Там, в принципе, вы можете, там есть такая функция, что один сайт у вас может быть бесплатный, свой, не бизнес-сайт, но там недоступны, как бы многие макеты там недоступны. Но чтобы попробовать, вы можете, ну, зарегистрироваться, попробовать, и если вам понравится, вот там бизнес, по-моему, аккаунт, 5 сайтов, по-моему, 200 гривен в месяц стоит, то, что, ну, оплачиваете, доплатите, и он, этот сайт работает. Там можно подключать и магазин делать, чтобы там оплаты проходили, ну, как бы всё-всё-всё это. Дякую. Чи важко навчитися фотошопу? Ну, знаешь, я уже рассказывала, что для меня это был монстр, но когда, ну, учитель мне просто так по шажочкам рассказал, что я туда нажимаю, что происходит, туда нажимаю, что происходит, ну, сейчас я просто в нём летаю, и, ну, я просто... И, знаете, мне кажется, там такая программа, в принципе, да, она сложная, там очень много функций, которых я до сих пор, наверное, не знаю, ну, просто потому, что они не нужны, но в базе научиться, ну, просто, ну, легко, в принципе, да. Если тебе расскажут, как в нём работать, или ты реально сядешь, и посмотришь тьюториал, и разберёшься в этом, то несложно. Дякую. Яки курсы графического дизайна можете порадить, та які проходили саме вы? Я проходила в школу «Перспектива», и так и называется курс «Графический дизайн». Там у них много курсов, ну, вот он один, и мой учитель был Елена Кузьмина, то есть, если вы туда пойдёте, обязательно к ней идите, потому что это просто человек, который я всем рекомендую, вот. И знаю, ещё есть хорошая школа, которую многие рекомендовали, Projector, так, кажется, называется, тоже там хорошие курсы, вот. Ну, это то, что из графического дизайна, то, что в Киеве сейчас. Які можете порадить вправи для розвитку креативности? Есть такое классное нам упражнение давали, и майндмэп, вы, может, знаете, вы пишете в средине, вот мы как логотипы делаем, пишете слово какое-то в центре, да, и у вас, допустим, логотип, вам надо сделать какую-то косметику, продаёт, и вы начинаете по кругу писать кучу-кучу слов, которые вас ассоциируются с этим словом, и делать таких 5 кругов, ну, 4-5 кругов, и это очень помогает расширить, ну, как бы, ну, что мы думаем о косметике сразу, там, какие-то кисточки, какие-то тенюшки, да, но когда вы начинаете, вы писали первые 10 ассоциаций, а потом уже начинаете думать, ваш мозг начинает вот работать, эту креативность продуцировать. И ещё мне нравятся, классно есть ежедневники всякие, которые, ну, там, вот рисовать каждый день, да, там какие-то задания такие креативненькие есть, и вот просто вот реально садишься за 15 минут, вот что нарисовал, даже если вы не умеете рисовать, вот просто реально попробуйте, и оно настолько помогает, вот, знаете, как-то вот открыть этот поток этих креативных мыслей, ну, мне эти упражнения нравятся. Чы булы якісь дыбни вопадка с клиентом? У меня была недавно такая клиентка, написала мне, что хочет там логотип, и говорит, да, ну, я сказала ей цену, он говорит, ну, меня всё устраивает, класс, и потом мне записывается голосовое сообщение, говорит, скажите, вы можете мне сделать скидку? Ну, потому что карантин, как бы, ну, знаете, я такая сижу и думаю, ну, ребят, это что, ну, не товар в магазине, то есть я беру за почасовую оплату, да, я не могу делать скидки на это, и почему в карантине я должна ещё делать скидку на свою работу? Ну, как бы, иногда пишут такие странные вещи люди, просят какие-то скидки, допустим, не знаю, ну, это очень как-то странно, или кучу правок, вот это тоже такой момент, обязательно надо обсуждать количество правок, которые вы делаете, там, я, допустим, беру три большие, пять маленьких правок, потому что начинается, вы можете до бесконечности, у меня была такая один раз, я ещё была неопытная, я с ней сидела, я, наверное, раз десять ей перерисовывала того пингвина, который там логотип был, и я просто, ну, я уже так на неё злилась, и, короче, она так мне и не заплатила, там, полную цену сказала, ну, бывает, вы же для этого предоплату берёте, ну, такое неприятное, немного ситуации бывают. Есть еще запытания, можете показать и ваши работы? Ну, я показывала там в начале, но у меня, вы можете зайти на мой инстаграм, у меня там все работы есть, или в моё портфолио, сейчас я вам покажу, вот, ник моего инстаграма, и там в био у меня есть моё портфолио, даже я сейчас зайду, сейчас, если тут быстренько получится, и у меня там есть разные кейсы, можете посмотреть, и я меня зовут вот так, вот мой профиль, вот здесь есть все мои работы, заходите, она нам не передает, но я думаю, по никнейму не важно, сейчас уже, да, просто заходите на инстаграм, и там все найдете. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то будем вам очень благодарны, задавайте, у вас есть очень хорошая возможность. От всей нашей команде хочу вам благодарить за поддержку нашего проекта, за очень информативную лекцию, реально было очень-очень интересно, надеюсь, что все участники смогли отрисовать ответы на свои вопросы, Даня, дизналась бы от окрашенной информации, дякую вам дуже. Спасибо вам большое, что пригласили, для меня это тоже было такое обновинку, потому что, ну, я никогда таких лекций не проводила, обучающих, интересно было рассказать про работу, блин, надеюсь, что ребята, которые сейчас идут, они будут заниматься именно тем, что им нравится. Вот, и если будут еще какие-то вопросы, может, вы постеснялись, или вас не было, обязательно пишите мне, я всем отвечу. Еще одно западание, яка частина вашей работы найулюбленнейшая? Наверное, придумывать, придумывать логотипы, вот я не люблю логотипы пустышки, я люблю вкладывать, то есть, работать с брендом, когда они рассказывают про свои ценности, про свои какие-то идеи, потом из этого делать метафору, то есть, когда вы смотрите на логотип, вы вот что-то считываете, это не пустой логотип, не просто какой-то надпись, да, а вот человек смотрит, и я вот люблю придумывать именно, вот, там, допустим, было какое-то диетис, у меня было лого, это приводится как божество, и я добавила туда такой оранжевый кружочек, это как бы символ бога Ра, да, в Египте, и написал look like dietis, это был бренд одежды, да, типа, одевайся как божество, и добавила туда вот такую метафору, и вот я обожаю там искать вот эти всякие метафоры, чтобы, и ты показываешь это клиенту, и он такой, вау, и так можно было, я даже такой ассоциации не знал, и это всем очень нравится, я такая, я очень довольна своей работой. Мне кажется, такие дизайны сразу видно, потому что они какие-то сместованные, и несут какой-то сенс, и это очень круто. Да, да. Такое еще запитание, яка ваша найдовшая работа, то есть сколько вы ее выполнили? Вот, вот это видите, вот эти карточки оранжевенькие, мы их начали с декабря месяца делать, и это был такой огромный проект, это учитель арабского языка, и она создавала свои карточки, флеш-карточки для изучения языка, свои разукрашки, логотип, приложение, и все это мы до сих пор делаем, то есть с декабря месяца мы до сих пор над этим работаем. Мы уже распечатали вот эти карточки там, можете тоже посмотреть, сторис у меня есть, там с полиграфии вышли огромные, такие, ну, большое количество карточек, большое количество вот этих разукрашек для детей вышли, и, ну, приложение еще не закончили, ну, наверное, скоро будет готово. Ну, в смысле, вот, и когда мы обсуждаем, допустим, цену, то, если человек, ну, было очень часто, человека не устраивала, допустим, цена, ну, не просто, знаете, часто люди просто пишут в Инстаграм, узнать цену, и если их это не устраивает, они просто не продолжают работу, ну, а так, чтобы я что-то делала, делала, и мне потом сказали, ну, мне не нравится, это был только единственный случай с этим пингвином, который я просто не оговорила правки, вот, а так, ну, все клиенты, ну, если, либо довольны, либо, ну, как бы, мы закончили с ними работу, ну, больше, наверное, не продолжали, если что-то там было, не устраивало, не понравилось. Ну, я стараюсь так, чтобы, ну, как бы, угодить всем, потому что они ко мне потом еще раз придут, и вот как с этими карточками, мы же сначала сделали какой-то пробный, да, там, а потом мы с этой девушкой работали уже, вот, полгода работаем. А с чего особо быстро вас надыхает? Ну, знаете, меня вдохновляет реакция людей на мои дизайны, на мои работы, когда у них глаза светятся, или говорят, вау, как красиво, и знаете, потом, потому что очень часто я вот сижу, рисую, рисую, потом, ну, у меня такое чувство закрадывается, а вдруг не понравится, а вдруг, ну, как-то не очень, а потом показываешь, даже если не клиенту, какому парню, допустим, показываешь, он такой, вау, или потом клиент, вау, классно, и потом, ну, там, какие-то отзывы, типа, вы, мы искали кучу дизайнеров, и вот именно вы нам понравились, а мы перепробовали кучу, и вот вы нам подошли, и туда, вот знаете, такое вдохновение работать, работать, творить дальше. Дякуємо вам дуже, питание закінчилось, хочемо еще раз вам побажати успеху, натхнение, и только вдячных клиентам. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Всем дякуємо за участь, хорошего вечера, до побачения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok